Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся в демонстрационном зале компании Викинг. Компания Викинг является крупнейшим поставщиком оборудования для различных мультисистем в музеях Российской Федерации, в частности, в Санкт-Петербурге. Сегодня мы продолжим с вами цикл рассказов о разных картинах в русском музее, картинах русских художников, смысл которых не всегда может быть ясен и понятен с первого взгляда. И сегодня я расскажу вам также об одном из самых знаменитых произведений Карла Павловича Брюлова. Когда я вожу гостей, которые приезжают в русский музей из разных городов нашей страны, то я всегда у этой картины делаю такое небольшое вступление. И вот вы приехали из Хабаровска, или вы приехали из Белоруссии, ну вот вы приедете обратно, и что вы скажете, где вы были в русском музее, и вас спросят, что вы видели, и вы скажете, последний день Помпеи, Бурлахина, Волги, так это и так все знают, что эти картины находятся в русском музее. А если вы назовете полное название вот этого произведения, тогда все скажут, да, вы не просто были в русском музее, а вы узнали много интересно. Полное название этой картины – «Смерть Инессы де Кастро, марганатической жены наследника португальского престола Инфанте Педро». Повторите еще раз – «Смерть Инессы де Кастро, марганатической жены наследника португальского престола Инфанте Педро». Это очень легко запомнить. Итак, Инесса де Кастро, Наследница Кастильского престола. Женщина, нет, она не была наследницей, она была в свете наследницей Кастильского престола, которая прибыла во двор королю Педро IV, который мечтал женить своего сына, он был португальский король, а Кастилия в то время, соответственно, была одним из самых могучных государств во времени, и действительно такой брак произошел. Его сын, будущий король Португалии Педро I, женился на Кастильской принцессе. Но в свете этой Кастильской принцессы надо же такому случиться. Педро увидел девушку необыкновенной красоты. Несмотря на то, что, казалось бы, брак у них был достаточно устойчивым, от этой Кастильской принцессы, у Педро I было трое детей, но его любовь к Нессе де Кастере преодолела все препятствия, они стали тайно встречаться, он сумел растопить ее холодное сердце, и в конце концов, влюбившись в нее, он поселяет ее в специальном замке, который он навещает достаточно часто. Об этом стало известно королю, королю, которого звали Афонса IV. Его называли еще Афонса Храбрым. Здесь иногда его называют Альфонс IV. Ну, слово Альфонс имеет такой негативный смысл в европейском языке. На самом деле его звали Афонса, Афонса IV, который узнает вдруг неожиданно для самого себя, что вот та самая красавица в свете Кастильской принцессы оказалась тайной возлюбленной его сына. Более того, она родила ему двух детей. Педро IV, который участвовал в огромном количестве сражений за независимость Португалии, он прекрасно знал, что может быть после того, как он закончит свой земной путь. Начнется рознь между наследниками законными и теми наследниками, которые появились от Энессы де Кастро. Вот само слово, имя Энессы де Кастро, показывает то, что она была знатного происхождения, но не королевской крови. И такой брак, как известно, назывался марганатическим, неравнородным. Что же произошло дальше? А дальше происходит уникальное явление. Король Афонса IV считает, что необходимо встретиться с Энессы де Кастро и каким-то образом уговорить ее, чтобы она покинула пределы Португалии и таким образом закончить этот кардин. Но Энесса де Кастро с этим не согласилась. И вот здесь, на этой картине, кстати, здесь две такие трактовки. Увидев вот этих прекрасных детей, он настолько был ими очарован, посмотрите, что здесь нет такой кровожадности, как у тех слух, которые уже обнажили свои кинжалы. Якобы после первой встречи он не решился ее казнить. Но впоследствии, понимая, что связь эта может быть каким-то образом прервана, по согласованию, как говорят, сторон, он приказывает ее казнить. Ее казнили усекновением головы. Ее казнили усекновением головы. Естественно, как вы понимаете, Педро, узнав об этом, поднимает восстание против своего отца. Но гражданской войны как таковой не началось, потому что через несколько месяцев после этих событий, ну, по разным источникам, там через два года или через несколько месяцев, король Афонс IV умирает. И на престол восходит король Португалии, которого звали Педро I. Как вы думаете, что он сделал первым делом? Он приказал выкопать прах своей возлюбленной, повелел своим слугам облачить ее в королевское платье, посадил ее на трон и в присутствии всех объявил, что это была его венчанная законная жена, с которой он венчался еще при жизни. И таким образом он объявляет ее королевой Португалии. И все, кто принимал участие в ее убийстве, должны были целовать ей руки и признать ее королевой. Педро I не был человеком благосклонным к убийцам его возлюбленной и приказал их казнить самым жестоким способом. После чего в знаменитом храме в Алькабасе Педро I приказал соорудить две гробницы. Одну гробницу для своей жены, королевы Португалии Энессы де Кастро, а вторую для самого себя. Каждый, кто приезжает в Португалию и сейчас, обязательно посещает это место как символ вот такой любви, которая соединила сердца двух этих удивительных людей. Но картина Карла Павловича Брюлова, которую вы видите сейчас, написана была уже после того, как Брюлов завершил свою картину «Последний день Пампеи». И вот тогда уже называли «Великим Карлом». Он, естественно, знал произведения европейских художников на разные аналогичные темы. И вот есть разные версии о создании этого произведения. По одни версиям он написал эту картину на спор, по другим версиям, якобы он написал специально к выставке русских художников, которые находились тогда в Италии. Как бы то ни было, эта картина Карла Павловича Брюлова была написана всего за 17 дней и является также одним из шедевров собрания Государственного Русского музея. Субтитры создавал DimaTorzok